Если вы не хотите, чтобы в квартиру, которую вы снимали, однажды вошли посторонние люди, особенно если вас нет дома, я рекомендую договариваться с владельцами квартиры о смене замка, либо сердцевины. Именно такая ситуация произошла с одними из моих клиентов здесь, в Польше. Они выехали на длинные выходные в другой город, а когда вернулись, то оказалось, что в квартиру приехали переночевать друзья предыдущих жильцов. Это были люди латиноамериканского происхождения. Они даже не знали, что в этой квартире уже не живут их друзья, которых, кстати, выселили за неуплату. И в этой квартире живет уже совершенно другая семья. Они имели ключ, который был сделан у них ранее общий. Приехали среди ночи, вошли и легли спать. Представьте, какое было удивление моих клиентов, которые пришли к себе домой, в съемную квартиру, открывают, а там какие-то люди. И ведут себя, и чувствуют себя спокойно. Даже еще задают вопросы, а вы кто такие? Вся эта история закончилась благополучно. Эти люди, которые вошли в эту квартиру, не собирались ничего воровать, потому что они не были ворами. Они действительно думали, что там еще живут их друзья и знакомые. Но хозяева, то есть те люди, которые уже сейчас на законном основании живут в этой квартире, еще долго перестирывали постели и все вытирали, потому что обрезговали вот этого присутствия этих ребят. Чтобы такого не было, я рекомендую вам всем заменить замки или же сердцевины замков. В Европе по договору вы не имеете права этого делать. Но если вы аргументируете это вашей безопасностью и подойдете и сообщите об этом желании хозяину, то все хозяева с удовольствием соглашаются на такую замену. Да, для вас это будет немножко стоить, потому что все оплаты по замене и покупке новых замков лягут на вас, но это иногда сохранит вашу и квартиру, и ваши вещи, и иногда психологическое здоровье. Если понравилось, поделитесь с друзьями, ну и также напишите в комментариях, у кого еще какие казусы были с ключами и съемными квартирами. Буду ждать, ну и до встречи в новых видео.